Тэчуаномист, Великобритания. Мусор в России превращается в политическую проблему. Редакционная статья. Тэчуаномист, Великобритания. 28 июня 2019 года. Горы пластиковых бутылок и емкостей доходят до потолка склада, находящегося на южной окраине Москвы. По выходным дням сотни людей выстраиваются в очередь, чтобы сдать тщательно отсортированный мусор на склад некоммерческого центра Собиратор, каких очень мало в российской столице. Более 20 лет мусор никого не волновал, говорит руководитель Собиратора Валерия Коростелева. У нашей страны большая территория, поэтому все шло прямо на свалку. Но ситуация может скоро измениться. На прошлой неделе власти Москвы заявили, что к концу года во всех дворах города будут установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Для России это будет маленькая революция. Если в странах-членах ЕС перерабатывается в среднем 60% отходов, то в России этот показатель составляет всего 4%, о чем в 2012 году в своем исследовании сообщил Всемирный банк. Это значит, что мусор закапывают на свалках. И такие свалки в России занимают примерно 4 миллиона гектаров. То есть, примерно территорию Швейцарии. Но вряд ли у руководства Москвы проснулась экологическая совесть. Просто мусор стал злободневной политической темой. Мусорные свалки вокруг Москвы переполнены, и теперь столица планирует отправлять отходы в провинции. Естественно, жители этих регионов против того, чтобы стать мусорным ведром Москвы. Здесь речь идет о достоинстве, говорит активистка Елена Калинина. Самое яростное сопротивление оказывает родная для Калинина Архангельская область. Протесты там бурлят с конца прошлого года, и в них участвуют тысячи людей. Активисты разбили палаточный городок в населенном пункте Шейс, где планируется строительство полигона для отходов. Российский Северный Помойка, скандируют они. Местные власти задержали десятки людей. Теперь активисты требуют не только прекратить строительство полигона, но и отправить в отставку губернатора. 25 июня Верховный суд России воспрепятствовал попытке активистов организовать референдум по этому вопросу. Если в этой бочке дегтя, мусора, и есть ложка меда, то это гражданская активность. Экология стала площадкой для гражданской активности в конце советской эпохи, а сейчас это проблемы с мусором. Короче говоря, московский мусор может стать сокровищем для гражданского общества. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...